МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Край света". МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. В эфире Радио России программа -"Край света". У микрофона Юлия Грабарь. За режиссерским пультом Евгения Дугорева. Сегодняшний гость нашей программы антрополог, этнограф и путешественник, автор ряда книг по религиоведению, философии и психологии, многие годы посвятивший исследованию традиционных методов духовного врачевания в амазонских джунглях среди шаманов разных индейских племен Латинской Америки. Павел Берснев. Павел, добрый вечер. Добрый вечер, Юля. Когда мы говорим о путешествиях в Южную Америку, сразу возникает какое-то ощущение волшебства, интриги. Хочется снять с полки книжку Жюля Верна, окунуться в атмосферу экзотики джунглей и гор, приключений, открытий и так далее. И сам собой возникает вопрос. Неужели в 21 веке еще есть нечто неизведанное, что можно открыть, пусть даже и в Южной Америке? Безусловно. В особенности в Южной Америке и в Мезоамерике можно открыть для себя массу удивительных вещей. И чем дальше в джунгли, тем больше этих удивительных вещей можно обнаружить. Ну и, соответственно, если говорить о Мезоамерике, то, например, в Сьерра-Мадре, в горах тоже можно обнаружить этнические группы, весьма интересные, до сих пор сохранившие традиции в той или иной степени сохранности. Соответственно, которые как этнограф... Этнографы — это вообще клондайк, где можно изучать очень много интересных явлений архаической религиозности, сохранившейся с древнейших пор. Вот с учетом 21 века это, конечно, интересно, потому что я вспоминаю какие-то кадры из фильмов, когда якобы племена, куда якобы приезжают белые люди, что-то там перед ними разыгрывают, а потом достается банка Кока-Колы, когда гости уходят. Ну и, в общем, получается, что все это представление. То есть действительно не представление. Действительно можно попасть туда, куда, ну, я не знаю, там, условно говоря, нога не всякого белого человека ступает? Ну, такой вопрос, как сказать, философско-этнографический, да? Он, скорее, практический. Ты же занимаешься 25 лет этой темой, так вот я, собственно, и пытаюсь туда проникнуть. Ну, скажем так, когда я начинал этим заниматься, тогда, конечно, в те далекие времена, ну, вот в ряде отдаленных племен действительно не было ни электричества, в лучшем случае там какие-то один, там, два генератора бензиновых, керосиновых, и все, собственно, на всю деревню. Сейчас все больше и больше и электрификация, и средства, так сказать, доставки и транспорт, все совершенствуется, поэтому, естественно, 21 век, и говорить о том, что сейчас есть какие-то прям такие девственные, нетронутые племена, это, конечно, в определенном смысле можно лукавить. Но это не значит, что те племена, которые сейчас продолжают существование, что они перестали быть от этого менее... Что они перестали быть аутентичными и интересными, да. Потому что, как один мой друг-индеец говорил, что вот вы, белые люди, хотите нас воспринимать как обезьянок в этом зоопарке, чтобы вот вы нас изолировали и изучали. А мы живые существа, мы такие же люди, как и вы, и мы также хотим, ну, где-то там, сказать, и комфорта, и того же, отчасти, там, технического прогресса, да. И, соответственно, для нас все это также немаловажно, как и для вас. Но при этом мы как были, как сказать, это наша традиция, какими мы были, мы такими и остаемся. Мы все равно остаемся принадлежными к своим этническим традициям. То есть к своим корням, получается, во всех отношениях. К своим корням, да. А здесь такой момент, что здесь есть какие-то вот внутренние базовые константы, да, которые в определенном смысле неизменно. Какое-то вот то, что можно назвать духом народа. Это, слава богу, вот в особенности в отдаленных регионах, малодоступных для... Туристов, скажем так, да, допустим. Для массового миссионерства или, допустим, влияния урбанистической культуры, да, вообще в целом. В этих местах, естественно, сохраняется вот этот народный дух и возможность с ним соприкоснуться вплоть до нашего настоящего времени. Сейчас мы продолжим эту тему. Я просто хочу сказать, что мы работаем в прямом эфире, дорогие друзья, и вы можете присоединиться к нашему с Павлом Берстневым диалогу. В нашей студии работает телефон прямого эфира 346-3061. Либо, если вам удобнее, вы можете также отправить сообщение на WhatsApp по номеру 921-982-8656. И, соответственно, Павел Берстнев на ваши вопросы ответит. Вот, возвращаясь, Паша, к тому, что ты сказал, понятно, соприкоснуться можно. А насколько охотно, например, вот эти люди принимают гостей? И интересен ли им визит, ну, я не знаю, там, Павла Берстнева или там какого-нибудь другого человека или каких-то грингус, да, условно. Насколько доброжелательные отношения, насколько им это нужно? Ну, можно так вот выделить, так сказать, три группы индейцев, так условно, да. Одна группа — это вот, ну, скажем так, работающая на туристов. То есть там вообще очень мало чего можно найти интересного, потому что там вот все вот, ну, это примерно как... Спектакль, наверное, да? Да, спектакль — это вот, там, не знаю, аналог нашей шапки-ушанки там, да, для иностранцев, матрешки и прочее. Вот. Хотя и это тоже интересные люди, если с ними найти непосредственно личный контакт с ними, да. Вот. Вторая группа — это такая прослойка, которая склонна к контактам, да, и чаще всего это именно те группы индейцев, которые эти контакты имели исторически, да, например, в эпоху империи инков или ацтеков, да, то есть они уже с тех пор у них какие-то были взаимодействия с цивилизациями, так скажем. Вот. И, соответственно, есть условно, так сказать, очень условно такие дикие, да, племена, которые до настоящего времени, есть такие группы, например, я вот в Эквадоре наблюдал такие, вот у Арани, которые до сих пор, ну, прямо, ну, еще до недавнего, скажем так, времени были очень даже дикими. И вплоть до того, что они там с этими скопьями нападали на инженеров, и я конкретно знаю такие прецеденты, и там, когда они там вторгались там вот на территорию там этих вот нефтяных компаний там и прочее, а им нельзя, как сказать, вот с точки, государственно, им нельзя, как сказать, остановить их, потому что это как бы их земля, и поэтому они там, ну, как с точки зрения, опять-таки, этих инженеров, они ведут себя очень нагло, вот, хотя, на самом деле, они просто на своей территории находятся, ну, и, соответственно, вот такие вот нюансы, вот, поэтому, естественно, вот ту группу, которая совсем-совсем такие дикие, ее изучать возможно, но достаточно сложно. Прерву тебя, Паша, потому что у нас есть звонок в студию, будьте любезны. Алло. Здравствуйте. Добрый вечер, меня Дмитрий зовут. Вот давно телефон прямого эфира не подключали, с днем снятия блокады вас поздравляю. Спасибо, Дмитрий, мы вас тоже, и вот поверите, мы вас вспоминали сегодня нашим экипажем, думаем, будете ли вы нас слушать, очень приятно, что вы всегда с нами. Ага, вот у меня, значит, такой вопрос, вот проблема очень распространена, как защититься от черных копателей, ведь находок очень много утрачено из-за этого бывает, что все-таки там разрывает незаконно там, вот как защититься от этого, интересно узнать. Павел, это вопрос к тебе, если у тебя что-то... Ну, вот что касается, например, Перу, там вот эти черные копатели, их называют вакерос, потому что вакос — это сакральные предметы, это может быть что угодно, вакос — это, может быть, даже священные горой, но чаще всего это какие-то предметы... Материальные культуры ты имеешь в виду, да? Материальные культуры, да, предметы, которые имеют ценность либо для музеев, либо для частных коллекций, ну, то есть не либо, а и, 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 да, и для, что интересно, для, вот, ну, скажем так, колдунов, да, потому что на севере Перу иметь в своем арсенале фигурки или, там сказать, артефакты культуры Мачика, например, там, да, вот древние артефакты, это вот, как сказать, это вот прибавляется ему там силы, бонусы в его колдовской, так сказать, работе. — А они действительно работают, эти штучки? — Ну, как, 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 как работают? Это очень долгий такой, я бы сказал, философско-психологический разговор, да, в зависимости от того, наверное, кто в это верит, наверное, с тем на того и работает, с тем. Вот, и вот эти уакерос, они, соответственно, вот, естественно, знают примерно вот места, где это вот можно проводить эти незаконные раскопки, и, конечно же, они, ну, наносят очень большой вред археологии, потому что они же выкапывают, и, соответственно, слой этот невозможно потом идентифицировать, потом они, например, вот ходят и песок протыкают, вот, соответственно, эти, они, ну, разрушают там, ну, от мумий до этих вот керамики, они все это, как сказать, разрушают. — То есть грубо, никаких стандартов не соблюдается. — Да, да, да. — А защититься как можно? — Защититься, но правительство, правительство перуанское на законодательном уровне, то есть они там, я не знаю, там, очень большие сроки там у них заключения за это. — То есть если поймают, то как бы все-таки наказание следует, да? — Да, да, но это же такой, опять-таки, тоже философский разговор. — Полиция же в джунглях не стоит. — Ну, и это тоже, да, и второе, ну, это даже, скорее, больше не вопрос, ну, не джунгли, это вот побережье, это Коста, Коста вот там вот можно найти и находит до сих пор еще, вот, но это так же, как с браконьерами, вот, ну, вот есть они, да, пытаются по всему миру бороться, но они все равно существуют, да. — Ну, понятно. — Хорошо, вернемся к нашему основному вопросу. Что все-таки изучает и ищет современная этнография в Латинской Америке? — Ну, естественно, этнография, что, она занимается поиском данных и, соответственно, их анализом и обобщением материальной культуры и духовной культуры. — Твоя работа с чем больше связана? — Моя работа, естественно, как, специализируюсь я как на религиоведении, да, то есть, соответственно, моя работа больше связана с духовной культурой, которая, ну, естественно, связана с материальными, вот, но вместе с тем, вот, мой предмет исследования — это курандеры, шаманы, целители, врачеватели, да, те же, так сказать, ну, вот, в общем, все, кто имеет отношение к традиционным верованиям, существующим до настоящего времени. — Ну, вот давай тогда немножко подробнее поговорим об этом. Вообще, в принципе, а что такое шаманизм? У нас, опять же, у всех такие, знаешь, устаившиеся представления, скорее, там, из фильмов и каких-то спектаклей, да, то есть кто-то в перьях, бьет в бубен, там, прыгает что-то, впадает в транс, а потом, значит, бах, выдает тебе информацию. Это, наверное, все, что люди вот в первом приближении представляют, когда произносится слово «шаман». Все-таки что такое шаманизм? Ну, опять же, с латиноамериканским отливом, да, поскольку это твоя специализация? — Да, ну, вообще, собственно, шаманизм — это вообще, так сказать, такой вот термин очень обобщающий, очень широкий, да, и, допустим, когда мы там говорим о сибирских шаманах, это, ну, одна история, да, а латиноамериканских — другая, то есть у них своя специфика, поэтому, ну, здесь, скажем так, определенная вот здесь есть такой вот нюанс, тонкость, да, когда мы говорим слово «шаман», нам кажется, что мы понимаем, о чем идет речь, а вот учитывая эти нюансы, оказывается, что это может быть, ну, что-то, если не что-то другое, да, но очень сильно отличающееся. — Ну, вот конкретно, шаман вот в Перу, в племенах. — Вообще, в принципе, как сказать, вот по понятию «шаман» — человек, который занимается, который может входить в транс, в особый транс, общаться с духами и быть таким вот посредником между своими соплеменниками, в исторической ретроспективе, да, соплеменниками и духами, то есть налаживать вот такие вот дружеские гармоничные взаимоотношения, потому что, соответственно, если эти взаимоотношения нарушены, то это приводит к болезням, к войнам и прочее-прочее, то есть к каким-то нежелательным индивидуальным или социальным каким-то вот последствиям. — То есть до сих пор в современное время шаман какого-то племени или какого-то там, я не знаю, сообщества действительно может выступать неким, ну, не то чтобы модератором, а проводником между мирами и держать, что ли, в гармонии всех людей, которые живут на этой территории. Это действительно так? — Ну, до определенной степени да. Конечно, в настоящее время в той же Латинской Америке, как мы знаем, доминирует мировоззрение католическое, либо протестантское, да, вот какие-то там масса-масса протестантских групп, то есть вот христианские, в общем, по общей направленности. Но вместе с тем даже там, где вот это влияние, воздействие миссионерства достаточно сильное, этнографу, ну, в общем, несложно разглядеть моменты, как сказать, под внешней оболочкой, допустим, какого-то религиозного действия, происходящего даже в том числе в церкви, вот, вместе с тем это будет по сути своей ритуалы и традиции, уходящие в далекое прошлое, то есть архаические традиции. Ну, например, вот майя, в день мёртвых, да, вот, где де лос-муэртос собирается в церкви, потом в церкви с падротом, да, заканчивает основное вот эту вот мессу, выходит туда вот прям перед алтарём, скажем так, председатель племени, да, вот, община, и дальше начинается уже фактически такая вот часть очень похожая на то, что происходило ещё с незапамятных времён, то есть там с черепами... То есть это уже к религии не имеет отношения, да? Имеет, но только к религии майянской, да, скажем так. Понятно, то есть там синкретизм такой. То, что мы можем назвать там, да, вот, условно, язычеством, да, вот, то есть там всё это есть, но, соответственно, оно часто вот имеет внешние формы, допустим, христианизированные. Поэтому если ты не знаешь, ты можешь думать, что ты находишься, так сказать, ну, вот в каком-то в христианском таком вот, в чисто христианском католическом каком-то там ритуале, а на самом деле оказывается, что это поклонение там духам предков и прочее, прочее. — Очень интересно. Так, напоминаю, наш телефон 346-3061, это прямой эфир, можно позвонить, задать вопрос Павлу Берсневу относительно Южной Америки, либо WhatsApp 921-982-8656. Паша, я знаю, что у тебя есть несколько книг изданных, и многие из них связаны с племенем, которое называется Шипиба-Каниба. Расскажи подробнее, почему такой интерес именно к ним, что это за племя вообще? — Ну, почему Шипиба-Каниба? То есть это отчасти и, ну, скажем так, были моменты, условно говоря, да, вот как это, случайности, которые подводят нас к искомому, да, то есть Вселенная через случайности нас ведёт к чему-то, да, к какой-то цели. Вот, как это вот с одной стороны. Ну, с другой стороны, поскольку я, в принципе, занимался религиоведением, я, наверное, так сказать, эта тема меня интересовала у каждого свои, да, вот у меня, у кого-то там история, там, и там, так сказать, там, войны и прочее. То есть у меня вот религиозная эта тема интересовала, там, ну, не знаю, как минимум с 14 лет, вот, и поэтому дальше-дальше это всё было где-то какая-то там, может быть, там, теоретическое, да, осмысление. И когда вот около 20 лет назад я оказался в джунглях, то, соответственно, я окунулся в непосредственную вот эту вот, я не знаю, так сказать, клондайк для, этнографический клондайк, вот, который первоначально я даже, я бы сказал так, я, у меня был просто личный такой вот интерес, а со временем через, так сказать, погружение вот именно в этнографическую науку мне вот стало интересно воспринимать это вот именно через этнографию, потому что этнография, там, этнология, антропология — это всё это смежные близкие понятия, да. А почему именно шипиба? Шипиба, потому что они, во-первых, сохранили много традиций, да, и причём они сохранили не в какой-то такой вот формально ритуализированной форме, там, да, или, там, я не знаю, каком-то социально-политическом каком-то, да, а именно на уровне вот народного духа. Вот, и это всё про, как сказать, это выражается в их таком, опять-таки, в не сильно таки обрядовом ритуале, да, вот, например, ритуале, связанном с, скажем так, со связью с определёнными духами растений, вот, и через вот эту связь с этими растениями они, скажем так, продолжают вот эту традицию, да, то есть вот именно связь, живая связь с природой, с флорой и фауной, да, вот флорой в большей даже степени, позволяет им сохранить вот эту вот аутентичную традицию, причём у них там много вещей, которые уже, так сказать, утрачены, да, но вместе с тем вот это всё равно вот народный дух, он всё равно сохраняется там. Ну, то есть шаманы в племени Шипиба — это как раз вот одна из тем твоего исследований, верно? Да, они, как сказать, они являются хранителями вот этих традиций, и поэтому это меня и, прежде всего, интересует. У нас вопрос в студию. Добрый вечер, слушаем вас. Добрый вечер, Сергей. И вот, Павел, скажите, пожалуйста, у нас, знаете, любят что-то вот с иностранцев перенимать, вот, и с немцев, и со шведов, там, с японцев. А вот что бы вы интересного присмотрели в племени, например, Шипиба-Каниба, которые вы изучали, вот, и ещё вы тут прошлись по шапкам-ушанкам, и я-то её ношу, но интересно другое. Я в 90-е годы на раскладушке купил шапку-ушанку за 10 рублей, чью бы вы думали, бундесверовскую. То есть помёрзли у нас и разобрались. Интересный раритет у вас, Сергей, да. Спасибо за вопрос. Ну, что, я, прежде всего, хочу оговориться, что я не против шапок-ушанок. У меня тоже есть шапка-ушанка. У меня даже в детстве была. Вопрос не в этом. Вопрос не в том, что шапка-ушанка или ватник — это плохо. Вопрос в том, что это, ну, как сказать, сувенирная продукция. Да, они же могут быть там и розового, и там белого, и какого там угодно цвета. Ну, просто именно в данном случае это аспект сувенирности, да, неестественности этого. А что можно, так сказать, у шапиба взять на вооружение, то, мне кажется, прежде всего, это, конечно, удивительная способность жить в гармонии с природой. То есть, безусловно, воздействие сейчас вот этой вот урбанистической традиции, оно наступает, все вот, да, и сами индейцы тоже, как сказать, далеко не столь, так сказать, наивно они и выезжают, и у них там, в общем, так сказать, связь с цивилизацией имеется. Но, вместо тем, все равно они продолжают иметь такую живую непосредственную связь вот с природой. А это выражается в их, собственно говоря, материальной и духовной культуре. Ну, вот скажи мне конкретно, вот мы живем в Санкт-Петербурге, это мегаполис. Вот как нам жить по принципам шапибы здесь, когда у нас каменные джунгли вокруг? Ну, вот есть какие-то конкретные рецепты? Это я вопрос Сергея продолжаю. Я думаю, что вообще, в принципе, наверное, опять-таки, если брать такой вот шаманский подход, то мы именно настоящий шаманский, не бутафорский, а именно настоящий шаманский подход. Это, я бы так сказал, используй все, что под рукой, не ищи себе другое. Потому что настоящий шаман, ну, я имею в виду исторический шаман, он всегда был аутентичен своему времени, своему культурному пространству, даже не культурному, а скорее даже ландшафту. Поэтому он говорил на языке соответствующего ландшафта. Особенности, допустим, амазонского шаманизма в том, что у них, допустим, нету вот этих вот четырех сезонов, да, у них только всего два сезона. Это сухой сезон, да, и сезон дождей. Соответственно, это тоже влияет, то есть вот ландшафт, сама природа влияет на их религиозное воззрение. Соответственно, здесь так же. Вот, поэтому, живя здесь, мы должны прежде всего прислушиваться, присматриваться вообще к окружающему нас пространству. То есть условно, где тебе хорошо, где плохо, что помогает, что... Да, да, да. Допустим, много ли кто обращает внимание на том, что наш город там на воде, да, то есть какие там реки, каналы, и почувствовать вообще просто это, да. Просто, как я люблю говорить, что во многом шаман очень, фигура очень поэтичная. То есть он, фигура не догматичная, да, вот именно это, кстати. Я не говорю про социально структурированный, допустим, вот шаманизм, который там вот в Сибири, вот он начал устанавливаться, да, где вот там уже чуть ли не иерархия там, да. А вот есть такой первичный такой вот шаманизм, да. Это вот такой шаман в каком-то смысле поэт, в каком-то смысле поэт, и это поэзия. Поэтому один поэт может выразить через одни метафоры, одним способом, другое — другим образом. Вот поэтому, прежде всего, естественно, у него есть вдохновение, а вдохновение черпается от непосредственной связи с окружающим пространством. Вот, то есть вот жить в пространстве. А вот когда, допустим, мы видим вот так называемых, условно говоря, шаманов, которые вот здесь, я не против, опять-таки, ни в коем случае, ни бубнов, ни перьев, ничего. Но когда это искусственно привносится вот в эту среду, это уже, ну, в части, в общем, театральное действие. Я не хочу, как сказать, критиковать и говорить, что нет, это ни в коем случае. Нет, ну почему? Как часть театрального реквизита, антуража — это хорошо. Но, тем не менее, исторически шаман всегда был аутентичен той природе. К месту, где он живет. Еще один звонок в студию у нас. Добрый вечер, слушаем. Добрый вечер, это Ирина. Вот я хочу вас спросить вот просто как специалиста по Латинской Америке. Когда у нас еще показывали сериалы бразильские, значит, в одном из них тоже, значит, была показана, скажем, одной из племен, полностью соответствующая вашему описанию, но, естественно, имеющего представление о цивилизации, потому что и самолеты летают, и радиоприемник одно и другое. Так вот, там, значит, по сюжету мальчик 10 лет. Ну вот, хочу стать летчиком. Естественно, у него нашелся спонсор. Но, так вот, я хочу вас спросить, насколько, в принципе, это возможно реально при тех взглядах, при тех условиях жизни, окружающей обстановке? Вот это вот настолько внедрение в цивилизованный мир, именно чтобы стать летчиком. Или это все-таки больше по сюжету? Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Ну, что я могу сказать, что вот я неоднократно наблюдал именно в общинах коммунидата с нативос, да, вот, общинах вот этих вот этнических племен, да. Это просто удивительное стремление детей к образованию. То есть, вот, я, ну, я не хочу, так сказать, сделать контраст и говорить, что у нас дети не тянутся. Нет, у нас тоже тянутся. Есть те, которые очень даже сильно тянутся к образованию. Вот. Ну, то, что вот у них, казалось бы, да, ну, вот, ну, что, вроде бы, вот, у него вот здесь вот прямо вот выйдет он из этой школы, у него там... Хижина напротив. Школа напротив хижина, а дальше уже лес, да, вот, собственно говоря, он человек, живущий в природе. Но у него тяга к вот к науке, к образованию очень сильная. Поэтому есть определенные программы поддержки индейцев для обучения. Со стороны правительства, да? Да, со стороны правительства. И, в принципе, если есть, ну, способности и желания, то индейцы в настоящее время, во всяком случае, вот, ну, на территории Перу, это подлинно известно, они могут очень даже, ну, как сказать, есть возможность получить образование и влиться в социум. У них есть какая-то вот удивительная неиспорченность, да, вот, какого-то вот такого, такая вот это вот, как это, неиспорченность в каком смысле? Что вот у них какое-то искреннее желание учиться, например, вот есть такое какое-то, как, я не знаю, как у нас, наверное, там, не знаю, там, дореволюционных крестьян, там, или не знаю, у кого. Но, тем не менее, ведь племена все-таки сохраняют свою вот эту вот структуру, и вот эта деревня, в которой они живут, она же существует там не один год, и там постоянное население. И вот, кстати говоря, Шипиба, а сколько их всего применительно к населению Перу, а в Перу, по-моему, 33 миллиона человек живет? Я говорю, по цифрам сейчас... Но это ведь какая-то малочисленная группа. Ну, примерно, там, ну, 30 тысяч, там, 35, там, 40 тысяч, там, где-то вот так вот. Поэтому здесь вот Шипиба, Каниба, это, ну, скажем так, одна из моих, скажем так, вот, тем исследований и моя, так сказать, давняя любовь, вот. Вот, а у меня есть еще, так сказать, такое вот племя, которому я очень, ну, даже, так сказать, племяем не назовешь, этническая группа, там, да, народ в Мексике, уичоли, или в самоназваниях Верарика. Они интересны тем, что, живя в горах Сьерра-Мадра, да, они сохранили в очень, так сказать, вот такой вот, ну, достаточно такой вот, такой вот, не то чтобы неприкосновенности, но в такой целостности свою мифологию и свои какие-то вот традиции. Вот они действительно очень сильно у них, очень сильно хорошо сохранившиеся в этой форме. Но они живут не в городах, я правильно понимаю? Нет, почему? У них есть, часть живет в городах, часть живет в ранчо, да, вот в своих таких вот, то есть у них там в основном там сельское хозяйство, скотоводство. И до какого-то, так сказать, недавнего времени, ну, исторически они были охотниками, то есть охотниками на оленей, вот, ну, в большинстве, то есть это... Неужели в Мексике еще остались оленями, мне казалось, их все уже... Сейчас уже, нет, ну, как сказать, остались, конечно, и более того, даже ряд местных вот, ну, энтузиастов, они занимались тем, что помогали выращивать, так сказать, поголовье, там, вот этих вот оленей, там, белохвостых, для того, чтобы, ну, как сказать, вот, во-первых, восполнить, и чтобы была в каком-то смысле возможность, там, продолжать отчасти традиции, да, вот эти охотничьи традиции. Ну, понятно. У нас еще один звонок в студию. Добрый вечер, слушаем вас. Здравствуйте, я Татьяна. В гости два вопроса. Вопрос первый. Какова продолжительность жизни? И второй вопрос. Существует ли там единственное обслуживание, кроме шаманских заклинаний и подобных мероприятий? Спасибо. Очень жизненный вопрос, между прочим. Ну, скажем так, что касается продолжительности жизни, ну, у меня такое вот именно, так сказать, только вот из наблюдения за жизнью индейцев, можно сказать, то есть я так вот сейчас в процентах там не смогу, сказать, цифры назвать. Вот, но что касается вот так вот визуально, то можно сказать так, что интересно, что вот наиболее таких вот пожилых людей я вот как раз увидел среди вот этих вот курандерос-шаманов, так сказать. Вот, кстати, вот один там достаточно недавно скончался, ему там было за 90. И другой там тоже. То есть у меня на памяти несколько шаманов, вот, которые в достаточно преклонном возрасте в таком вот именно умерли. Но какой момент? Там достаточно много вот заболеваний, вот, и гепатит, и там, если чуть дальше, там вглубь, там и желтая лихорадка, и поэтому там периодически эти эпидемии возникают. Вот, и, соответственно, ну, смертность, конечно, есть. Поэтому говорить о том, что джунгли — это рай на земле, то это, конечно, ни в коем случае сказать так невозможно, да, как есть такое там выражение, что когда ты смотришь извне, ты воспринимаешь это как зеленый рай, а когда ты оказываешься внутри, ты оказываешься в зеленом аду. Вот. Да, и, соответственно, ну, поэтому продолжительность жизни во многом, конечно, зависит от образа жизни. Ну, то есть я так понимаю, что в индейских деревнях нет, условно, больницы. Если что-то случилось, надо ехать в цивилизацию, да? Есть в большинстве своем вот прям таких вот больниц, если это, говорится, коммунитадес, да, их нет, но там есть фельдшеры, ну, в некоторых, во всяком случае, фельдшеры, причем я знаю вот конкретно такого фельдшера, который вместе с тем он и шаман, и фельдшер. И медик. Отличное сочетание. Он получил фельдшерское образование в Пукальпе там, и, соответственно, у него все есть, и кабинет есть, и он там, если надо, так сказать, ну, как оказывает медицинскую помощь, но вместе с тем он может принимать участие там в ритуале, там ночью, в ночных ритуалах. Интересно, как. А вот, Паша, вот по поводу шаманов, да, я все думаю. Вот такое ощущение, что шаман — это, скажем так, настоящий шаман — это старый человек. Это так? Ну, это, опять-таки, тоже все такие вот, я бы сказал, такие вот шаблоны, стереотипы, условности, да. В некоторых случаях, наоборот, говорят, что вот молодой, значит, много силы, соответственно, у него много энергии, может, может, много, да. Я вообще, для меня сложный такой вопрос, потому что иногда спрашивают там, вот, сильный это шаман или нет? Мне кажется, что это вопрос такой больше относящийся вот конкретно, как вот, опять-таки, говоря языком индейцев, общаясь с ними, они говорят так, что как у нас воспринимается, сильный или нет? Сильный — это когда помогает, когда исцеляет. Вот если у него есть хорошие результаты, значит, сильный. А если он такой весь, там, старый или, наоборот, молодой и весь такой импозантный и загадочный, ну, за ним нет никаких там достижений именно в плане помощи, целительства, да, то, соответственно, он больше, так сказать, ну, такой вот актер, да, 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 вот. Но есть, и продолжает немножко вопрос, да, есть, ну, как сказать, медицинское образование, да, есть шаманское образование, да, оно передается из поколения в поколение. И, соответственно, если вот у него есть, ну, достижение, он, соответственно, шаман, да, если нет, то еще, наверное, называют их бруха, да, колдуны, да, колдуны. То есть это черный шаман. Черный шаман. Ну, как сказать, шаман, колдун, да, колдун. Колдун, который, который и часера, да, в, как сказать, в такой вот там... Порчу там, с глаз. Порчу там, да-да-да. Это там целая технология, как наводить порчу. И главное, что индейцы в это свято верят до настоящего времени и обращаются к курандерос, которые могут эту порчу, соответственно, снять. То есть как бы у всех разделены сферы влияния. Сначала кто-то наводит тьму, потом кто-то эту тьму разводит руками. Но, кстати говоря, из своих путешествий по Южной Америке, я помню, что до сих пор есть рынки, на которых продаются все вот эти, как сказать, причиндалы для колдовства, для колдовства на полном серьезе. И мне кажется, не только индейцы этим интересуются. Там достаточно большое количество неиндейских посетителей. Опять же, продолжай эту тему. То есть шаманом стать можно? Ну, условно, можно выучиться на шамана? Или это все-таки такая вещь, которая должна присутствовать в тебе? Я думаю, что это такой, опять-таки, очень такой философский, да, то есть абстрактный вопрос, потому что на него можно ответить, ну, так сказать, множеством вариантов ответов. Но что мне, как мне, я думаю, что для меня интересна, вот именно, так сказать, эта традиция в этнографическом аспекте. Что это значит? Это значит, что когда этот человек здесь вот в этой же традиции родился, да, он здесь вырос, он живет в этой вот среде, ну, я имею в виду в этом флоре и фауне, в этом ландшафте, он впитал это все с молоком матери. И это, как бы сказать, ну, вот этнический вот такой вот поэт, да, вот я бы сказал такой, да, который вот коренной там, да. А касаемо, вот, допустим, грингос, да, то есть этих вот иностранцев, которые приезжают и становятся, выучиваются и даже там получают какие-то там, ну, не знаю, там лицензии, там уже шаманские, да. Смешно, немножко смешно. Оно немножко смешно, но вместе с тем, опять-таки, я к этому отношусь философски в каком смысле? Что если ты практикуешь, и у тебя есть хорошие результаты, и ты о дереве судят по его плодам, то замечательно. Если ты больше актер для того, чтобы брать с туристов деньги и устраивать шоу, ну, это, соответственно, ну, у тебя будет соответствующая карма. Ну, мне лично интересно именно, прежде всего, аутентичные традиционные шаманы, которые вот изнутри этой традиции. То есть вот обращение к вот этим нео-шаманам там, да, или, там, так сказать, вот получившим образование у традиционных шаманов, это, ну, скажем так, на любителя. Кому это нравится, пожалуйста, пускай там обращаются. Ну, понятно. Вопрос вот какой. Я знаю, что ведь многие люди интересуются поездками, ну, именно вот в регион твоих исследований, для того, чтобы поучаствовать в церемониях. А в чем заключаются шаманские церемонии? Ну, вот хотя бы на примере Шипиба, кратенько скажи, и на примере Уичоли. То есть я так понимаю, что это все равно некая связь с природой, люди хотят в это вовлечься. Это возможно? В чем состоят эти церемонии? Ну, так, раз уж такой вопрос, то я так оговорюсь, да, что, соответственно, поскольку, ну, основная моя часть это исследование, изучение этнографическое, да, вот именно научное исследование, но, опять-таки, туда ездить, ну, достаточно накладно, да, в Латинскую Америку, вот, и нужны определенные средства. И здесь мы, ну, скажем так, в каком оказываемся в симбиозе. То есть есть люди, которым интересно поехать, да, а мне, скажем так, и у них есть средства для этого. То есть, соответственно, мы оказываемся друг другу полезными. Вот, а что они могут для себя найти, что они могут для себя найти? Это то же самое, что, наверное, и местные люди, которые обращаются к ним. Это вот вопросы, там, связанные с целительством, с врачеванием и с, в общем-то, так сказать... С решением каких-то частных вопросов. То есть, на самом деле, шаман либо лекарь Курандера может все-таки помочь, ну, условно, участнику экспедиции в каких-то конкретных вопросах, да? Да, 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 да. Потому что, скажем так, вот есть шаман, традиционный шаман, есть, например, маг образа, так сказать, Карлоса Кастанеды. Это вот разные вещи. Они, опять-таки, безоценочно, что лучше, что хуже. Это вообще, так сказать, вне мы этих категорий находимся. То есть это одно, это другое. Соответственно, шаман Курандера, собственно говоря, это латинский корень, да, врачевание, да? Да, то это, прежде всего, врачеватель. То есть врачеватель душевных, телесных или прочих недугов, если он справляется с этой задачей, то, соответственно, вот он... Хороший шаман. Хороший шаман. И к нему вот для этого, ну, как бы едут... То есть ты берешь в экспедицию непрофессионалов, которые, в принципе, тебе создают некое поле для исследований, да? Я никогда не беру людей, которые хотят ехать лечиться, например, вот у них каких-то вот... Ну, понятно, это не санаторий, да. То есть моя задача, это именно, так сказать, ну, как сказать, соприкоснуться с этими традициями. И как этнограф я могу им рассказать, что было, что есть, вот, что будет, это уже, наверное, другой вопрос, но тем не менее. Вот вопрос хороший. У нас, кстати, еще в студию звонок. Слушаем вас. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас немножко фонит приемник. Может быть, вам отойти подальше от радио? Это вопрос ко мне? Да, да, да. Мы вас слышим, и там фоном наши голоса. Меня зовут Татьяна. Очень приятно. Я хотела бы немножко поподробнее спросить об этой связи индейцев с духами деревьев, растений, с их уважением к природе. Меня заставляет спросить, это очень печальное наше положение, когда мы были такие же, как они. Мы тоже вышли из природы и уважали, уважали ее, уважали деревьев. Но какие-то очень, очень злые, корыстные люди, они придумали вот такой обряд убийства дерева на Новый год и любование тем, как дерево уходит. Это поддерживают очень плохие люди, которые желают зла нашему. Понятно, понятно, Татьяна. Да, я с вами согласна. Но, видимо, в этом и отличаются все-таки люди, живущие в городах. Да, я еще просто, поскольку, как мне подсказывают, время уже осталось немного, то хотел бы сказать следующее, что, безусловно, в рамках этой передачи я очень многие вещи не могу рассказать. Я просто рекомендую обратиться к моим книгам. Кстати, хорошая рекомендация. Да, 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 священная космос шаманов, мистики и магии Мексики, путешествия в Новый свет. Лабиринты ума. Лабиринты ума, да, да, да. Очень хорошие все эти вещи на почве. То есть там это просто в рамках передачи невозможно все это охватить, поэтому мы только-только можем подступить к этой теме. Да, но на самом деле, я так понимаю, что все, кто нам сегодня звонили, и вообще все, о чем мы говорим, то есть это все мы об одном и том же, да, то есть, несомненно, все настоящие целители, врачеватели, курандерус, да, они учились у природы, правильно? Безусловно. Вот, и опять же, я все к церемониям возвращаюсь, которые существуют до сих пор. Они же все связаны с природой, с растениями, правильно? И более того, я бы так сказал, что именно, вот, если говорится, упоминаемых сегодня нами, да, о чем мы вели разговор, о Шипибе, Канибе и Уичоле, да, без растений я вообще не знаю, как будет их традиция существовать. То есть вообще, я бы сказал так, что это такой вот неразрывный симбиоз, который вне, ну, скажем так, вот, без разорвать их, да, то уже этой традиции не будет. Поэтому это сейчас очень такой, тоже серьезный вопрос о том, как сохранить природу для того, чтобы традиции могли продолжать существовать. Я так понимаю, что это к Мексике, в первую очередь, имеет отношение. В джунглях, наверное, пока попроще. Ой, к сожалению, и в джунглях тоже, потому что леса вырубаются, соответственно, а спрос на, так сказать, туристов-то все больше и больше, которые тоже интересуются. И, соответственно, и растения, которые в рамках, так сказать, ну, вот ритуалов племени нужно было их совсем немного, а сейчас в очень больших количествах. И как сохранить природу, это тоже очень сейчас, ну, так сказать, большой вопрос, вот, скорее, такой вот. А сами дети могут как-то повлиять на этот процесс? Или они просто живут и живут, поддерживая, условно, огонек этой культуры в месте, где они проживают? Я думаю, что, конечно, в идеале этим должны заниматься вот люди, вот те же самые белые люди, да, условно говоря, белые, которые понимают масштабы и понимают вот все это, должны помогать, культивировать, да, вот те же самые заповедные зоны. Вот та же самая пустыня Верикута, где вот этот вот знаменитый кактус бьет, да. Вот, все же это, все сейчас там распродается территория, там, да, вот эти, там, там, Томатерос, там, и так далее, там, да, то есть это, там, или там кто-то там где-то что-то там, в общем, короче, когда вот эта территория, она оказывается под большой угрозой, именно, так сказать, ее исторический, исторический ландшафт и историческая флора, да, вот, ну и фауна тоже, вот, и поэтому это, конечно, вообще в идеале это должно быть, ну, вот на уровне правительства, и эта работа ведется, но, опять-таки, как, как и везде, это все такая вот битва, битва за, за вот то, что вот, за сохранение живой природы. Вот с этим у нас еще последний вопрос, он не совсем шаманский, но отчасти. А что можно привезти из Южной Америки на память из такой экспедиции? Какую необычную вещицу или что-то такое ценное? Вот вопрос через вот сам пришел. Ценные для себя. Это может быть абсолютно что угодно, да, то есть это, прежде всего, на мой взгляд, наверное, самое, если говорить про Латинскую Америку, ой, в смысле, про Уичоли и про Шипиба, то, наверное, это их изделия, предмет, ну, материальная культура, предмет ткачества, да, вот, потом эти вот браслеты и прочие, да, вот именно традиционные, которые... Еще керамические, я помню, замечательные скульптурки я видела в свое время. Да, керамика, она очень редкая, то есть в каком плане, что именно такая вот не сувенирно-туристическая, а именно то, что... И этого всего становится все меньше, меньше и меньше, к сожалению, потому что, опять-таки, туристов все больше и больше и больше, вот спрос больше, и, соответственно, наусти что-то аутентичное... Как бы не встретить китайский сувенир в Южной Америке, да? Встречаются, встречаются. Я в лавке одного индейца знаю, он продает там каких-то вот там змей и прочих разукрашенных. Сами эти змеи, они китайского производства, ну, они сами раскрашивают их. Вот, единственное, что я говорю, так, вот привезти это можно, но есть вещи, которые привозить нельзя, да, вот, опять-таки, это связано с растениями, да, это ни в коем случае, вот, и, соответственно, как бы сказать... И не думать всегда. Да, думать, что есть то, что согласно законодательству, так сказать, Российской Федерации запрещено на территории России, поэтому, естественно, в Россию это вводить нельзя. Понятно. Ну, вот на такой почти юридической ноте мы вынуждены подытожить наш сегодняшний диалог. То есть, насколько я поняла, вот какой-то вывод, земля все-таки не только наш общий дом, но и, скорее, даже наш общий учитель. И все-таки шаманы, курандерус, они черпают свою силу именно от земли, от растений, ну, вот, из этого непосредственного контакта. Безусловно. Напоминаю, что сегодня в гостях у программы «Край света» был этнограф и исследователь, антрополог и путешественник, автор ряда книг, посвященных исследованиям древних традиционных культур Южной Америки Павел Берснев. Павел, спасибо большое. Спасибо, Юля. Звукорежиссер программы «Край света» Евгения Дугорева и я, журналист Юлия Грабарь, прощаемся с вами и желаем вам необычных путешествий. Субтитры создавал DimaTorzok «Край света» «Край света» «Край света» «Край света» «Край света»